добрый вечер дорогие друзья салам алейкум азизла рэм ну вот сколько дней мы дня три-четыре гуляли там кушали здесь кушали вот ну как говорится домашнюю еду никто не отменял вечером должны прийти гости к нам и что вы хотите приготовить по малюси для наших дорогих гостей самое главное дорогих гостей чем приготовить будем готовить плов для этого у нас на ножка уже порезала смотрите как красиво морковь 1 красная морковь для колора желтая морковь 1 луковичка и вот у нас мяско вот здесь у нас ребрышки и мякоть масло у нас разогревается я бросила сюда масло у нас готово ну ка вот она готова масло у нас чуть-чуть пониже сделаю все я бросаю вот И он пустикой моксает, видишь, как он, в батарею. Вот так. Маша, у нас следует, когда все достаточные. Ага. Так что мы готовим 2-5. Обязательно. Гостям нужно приготовить лоб. Сейчас немножечко мясо погрумянится, бросим мучок. Кто-то готовит по-другому, друзья. Кто-то бросает лук вперед в казан. Лук бросает. Лук немножко у них поджарится, встает такой цветнокоричневый. Потом бросают мясо. Я так не делаю никогда. Но и не осуждаете. Но и не осуждаю. Я бросаю мясо, а потом лук, потом морковь. У вас свой особый метод готовки. У каждого плов свой бывает. Понимаешь? Да. У каждого свой плов. Поэтому... Мясо ты присолила, да? Что-то вы заметили, последнее время мы на морскую соль переходим. Она что, нам лучше или просто крупненькая нам нравится? Не знаю, говорят, она полезная. Говорят, полезнее, да? Да. Морская соль. Полезная. Поэтому... Да. Вот у нас айвы нету. Была боева, было бы хорошо. Ну, в этот раз, видите, с нашими этими нас столько приглашали. И мы субботний рынок пропустили. Да. Если не уедем, на следующий раз пойдем на субботний рынок, даст Бог. Да. Если не уедем. Ну, пока нам уезжать не надо, мы только приехали. Ну, всякое бывает. Раз вызовут, и тогда нужно будет срочно уехать. Пусть тебя не вызовут. Ну, хорошо. Я хочу немножко насладиться своей родиной. Давайте, наслаждаться. Пусть даже холодно. Вот сейчас были на улице, у меня замыли руки. Знаете, холодно, правда. Холодно? Холодно, да. Мы встретили... Замыли руки прямо. Встретили сейчас нашего подписчика, да? Он очень радовался. Он живет в шестом, по-моему, микрорайоне, сказал? В шестом, да. Зовут его Алексей. Так что мы вам привет передаем, Алексей. В камеру. Вот. Долго разговаривали. Пока вы разговаривали, я там, он, магазин нашла новый. Да вы что? Да. Как я люблю, когда возле дома есть магазины. Ну, парень взял, открыл, я кричу ему, масло есть? Есть. Сижу в коляске, он уже мне масло принес. Угу. Вот. Сегодня я объезжала новую коляску, друзья, которая заходит в самолет, которую подают в самолеты, которая вот так трансформируется, открывается. В общем, сейчас я на ней ездила. Да. А ту большую мы не смогли привезти. Она никак не помещается в самолете, но очень она большая. А это хоть полезно, и ту 25 килограмм. Ой, какой цвет красивый мясо. Да. Ой, ой, да. Да, это все. Теперь будем бросать лук. Я вот лук так же, как вы, готовлю, но всегда, когда вы, я переживаю и боюсь, и не готовлю. Что ты переживаешь? Что ты переживаешь? Потому что лучше вас, я считаю, вы же мастер. Не болтай. Каждый готовит по-своему. Вот. Каждый по-своему готовит лук. Вот. Немножечко вот так морковочки бросить. И красненькую, да, Нина? Это оно, да. Угу. Поджариваемся. Здесь быстренько поджаривается. Ой. А вы заметили, что мы, по-моему, в том году или позапросто в ноябре приезжали, так сильно холодно не было. Да? Или почему так? Или это мне такая адаптация у меня идет? Зябко очень сильно. Вот в этом году что-то зябко. Что-то прям холодно сильно. Но мы в прошлом году где-то отсюда уехали 16 ноября. Не было такого. Не было, не было, не было. Вот сегодня 16 или 17? 16. Сегодня какое осень числа? 16 ноября. 16 ноября. Да. Представляете? Угу. А так холодно сильно. Погода на погоду. Значит, все-таки здесь правильно, когда мы были в Крыму, вы мне сказали, алишер в Узбекистане только будет расти в больших балаганах, в больших этих, в теплицах оливки. Да. За ними специальный уход. И вот большими плантациями не смогут так обработать уход. Оливки в балаганах не будут расти. Не будут даже. Это такое свободолюбивое дерево. Оно растет веками. Да. Поэтому на Крымском побережье есть оливковые деревья, которые сажали еще греки. Да, да, да. Очень древние деревья. Поэтому ни в каких балаганах, ни в каких теплицах это дерево расти не будет. Во-первых, оно плодоносит очень долго, чтобы расти, чтобы ему плодоносит. Поэтому никакого разговора про оливки быть не может. Вот теперь я понял это. Я сначала думал. Оливки здесь в магазине очень свежие. Очень свежие, да. Вот их продают на развес, но они свежие. Да, прямые поставки прям. Да. Прямые поставки на развес. Чтобы все хорошо. Мы их в этот раз тоже купили, да? Да. Лакомимся хоть. Да. Такими вкусными оливками. Вообще мы любим оливки и эти деревья. Это, да? В Греции на каждом шагу, везде, даже вот где-нибудь в уголке, но все равно будет это дерево расти. И даже есть оно в Крыму. И даже есть в Крыму, да, кое-где есть. В этот раз я себе сделала открытие, что в Крыму есть оливки. Да. А в парке Айвазовского сколько их много? Да. Вы заметили, мама Люся, вот сколько мы бы с вами бы, и вы сами. И где бы не отдыхали, вот и в Греции, и в Турции, и в других разных странах. Но постоянно все равно мы говорим про Крым. Хотя Крым это не наша родина, но мы очень любим туда ездить. Вот нам очень нравится. Крыму красиво. Крыму красиво, да? Крыму красиво, да? Крыму красиво. И погода очень хорошая подходит, да? Там вот все есть, и горы есть, и степи есть, и море самое главное, и реки есть. Так что и природа отличная тоже. В Крыму хорошо, в Узбекистане хорошо. Ой, ну за Узбекистан вообще разговора никакого нет. Тут даже речи не может быть. Тут такие есть хорошие места, а какие здесь есть пещеры. Даже пещеры Александра Македонского есть. Мало кто знает, а здесь такие есть места живописнейшие, что когда ты увидишь, можешь даже с ума сойти от такой красоты. Да, так что вот так вот. Ну что, как вас тут? О, красотища. Сажали, видите, красивые. Незято у нас было подсолено. Поэтому мы нальем воды и будем золотить нас подошли. Да, да, да. А вот в кулове всегда соленая масса. Почему вкуснее, вот нравится? Ну, оно вкус дает. Угу. Да. Необыкновенно. Оно дает. Плохо, что в этот раз мы на субботний не успели, не купили этого постдумбы. Да. Сейчас бы прям кусочек постдумбы бы добавили бы, можно было, как говорится, танцевать от этого вкуса. Ну да. Ну ничего, мы купим еще. Да. Надо это все купить. Куржук взять, постдумбур взять. Баранину надо хорошую увидеть. Баранину надо взять. Вот что-то мы ехали, когда в сторону этих, где продают самсы. С правой стороны я увидел, такой огромный баран висел, где-то на 100 килограмм. Это в каком месте? А вот как поворот, когда вот со стороны Гунчи ехать, по этой дороге, после пятилетки. После пятилетки. Там что идет? Потом поворачиваете в эту сторону города. В правую сторону дорога упоет. Прямо идет, прямо эта дорога куда? На этот, Янхурган, по-моему. А в правую сторону еще продолжение на Мангана. И там есть какие-то серии кафе. По-моему, там Тандергуш делают. Я так чувствую по запаху. Вот она съездит. Надо как-то исследовать, заказать такси. Надо поехать туда, где Тандергуш. Да. Где шашлыки. Да, так что вы местные напишите нам, кто на Манганце наша, где именно хорошие шашлыки. Потому что несколько мы ведь заведений объехали, но нам нужны те шашлыки именно, которые, вот помните, по куранчишному этому методу, как в 90-х годах, помните, мариновали? Ага. Вот такой вот. Современный маринад почему-то все равно мне так сильно не заходит. Я люблю, когда как раньше, чтобы было много кашниша и ухту, чтобы, понимаете? Потому что я привык-то. Я понял, теперь, если ты с детства ко вкусу какому-то привык, тебе очень сложно отойти. Какой бы тебе бы маринад ни говорили, ты его можешь использовать, он будет приятный, хороший, но он не будет тот, как у тебя вкус в детстве был. Не заменит. Понимаете? И поэтому, наверное, из-за этого вот вам вкус детства, вот вы постоянно хотите прилететь в Наманган. Не только из-за вкуса детства. Наманган – это родина моя. Вот, правильно. Видите, как? Вы здесь родились. Да, и моя тоже. Поэтому этого не объяснить. Как вчера сказал один человек, этому нет объяснения. Нет объяснения, да. Ромушка скоро придет, Рома? Не знаю, надо познакомиться. Ну что, тогда чуть попозже встретимся, включимся. Да? Да. Что мы, плов сготовили. Вот. Плов выложили. Сейчас будем вот так вот мяско убирать. Вот так вот красиво. Вот. Видите, какой у нас получился, друзья, плов. Сегодня у нас мяско полно. Наверное, сейчас это блюдо богов. А? Да, это блюдо богов. Говорят, Александр Македонский любил плов. И ему именно готовили ему здесь плов. Те в древних временах. Плов даже записан в ЮНЕСКО. Да. Понимаете? Где-то я слышала. Как нематериальная ценность. Да. Нематериальная. Представляешь, это как интересно все. А сколько видов готовки плова. Да. Наверное, все. Вот, пожалуйста. Классический вид. Смотрите. Конечно, самаркандский не любит, чтобы вот так вот сделали. Но мы в Намангане плов, конечно, перемешиваем. Но мы в Наманганский. И вот так вот красиво. Друзья, у нас пришли люди. И я вам не показала ни закладку риса, ни как я заливала воду, ничего. Я вам уже показываю готовое изделие. Мы сразу начали общаться. Вот такой красивый плов. Пожалуйста. Ну, я много раз вам показывала, как мы плов готовим. Вы уже, наверное, знаете. Кое-кто научился от меня готовить плов. Сейчас одну тарелочку соседям. Да. Да, давайте. Сейчас тарелочку соседям наложим. Обязательно. Угу. Положим соседям плов. Так, дайте мне ножик, чтобы я могла это мяско порезать. И потом будем садиться сами, да? Не терпишь, да? Да. Вот. Все, вот так вот. А это мы будем сейчас кушать. Вот так вот красиво сделаем. Отсюда прям будем накладывать? Отсюда будем накладывать и будем есть. Вот. Пожалуйста, туда. Так. Теперь мы ловим листочку. Вот. Ну что, мама? Рекламную паузу сделаем, друзья. Да. Рекламная пауза у нас. Давайте. А мы будем кушать плов. Да. Ну что, дорогие друзья, добрый-добрый день. Приехал я в город Учкурган. Учкурганский район по своим делам. Тут у меня знакомые есть, очень хорошие. Они пригласили. Сейчас поеду еще в Кишлак дальше, в Учкурган. И мне так захотелось рыбки. И я с нашей Рано зашел покушать рыбку. Срано номер один. Срано номер один. Сейчас я вам ее покажу. Так, это у нас ловимка, друзья. Соус, салатик, хлеб. И Рано. Пока еще и напеки тупаякси сами. Всем привет. Саламо алейки. Вкусную рыбку кушаем здесь. Сейчас реально она вкусная. Алис Шерман, наверное, я вам все показал. Свеженькая только пожарили. Поэтому сейчас с ним сидим, наслаждаемся. Но мы чуть-чуть опоздали. Мы попросили, чтобы нам пожарили. Новую. Свеженькую, да. Только почистили, сразу нам вот приготовили ее. Мы взяли три порции. Еще маме отвезем. Да. А теперь пока вот сами мы сложаемся салатом, соусами и рыбой. Рыбка хорошая, правда. Она сейчас еще горячая, вкусная. Такие вот красивые куски рыбы. Большие молодцы. Кушаем, кушаем. Нам приятного аппетита. Ну что, попозже встретимся опять. Балананомене Мэйде? Охманы. Толстолобик? Да. Дорогие друзья, спросила я сейчас, что за рыба у нас. Это толстолобик. Ну правда, она вкусная. Ну пробуй. Да, свежеприготовленная. Прям хрустящая такая. Горяченькая, вкусная. Рыба вкусная, есть горячая. Да. Но не знаю, как вам. Так что. Приятного аппетита. Нам приятного аппетита. А вам приятного аппетита. Йокумли иштаха. Йокумли иштаха. Ошбулсан. Ошбулсан. Гудтен аппетит. Гудтен аппетит. Ошбулсан. 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 Продолжение следует...